Дорогие друзья, всех приветствую! Мы находимся в Московской области и посетим старый пионерский лагерь Лесные Зори. Так выглядит главный вход в пионерский лагерь Лесные Зори. Заборчик упал. Вот она главная аллея. Этот старый пионерский лагерь был ориентировочно построен в 50-х годах и принадлежал Лии имени Громова. Лагерь был закрыт и заброшен довольно-таки давно, в 1924 году. Лагерь Лесные Зори был небольшим, но довольно-таки уютным. Пионерским лагерем в чудесном месте в Сосновом Бару. Это уединенный уголок Московской области. Здесь тихо и хорошо даже сейчас. Мне очень интересно, что осталось от корпусов и от других строений этого лагеря. Давайте погуляем по летнему лесу, подышим свежим воздухом и поностальгируем о тех временах, когда здесь было много детей. Я думаю, это был жилой корпус. И смотрите, в этом корпусе были удобства. Удивительно, что в деревянном корпусе могли быть удобства. Обычно в таких корпусах удобства были на улице. Эта дверь закрыта. И эта тоже. Ломать мы, конечно же, ничего не будем, хотя здесь все, к сожалению, сломано до нас. Слева от нас овраг. Я думаю, скорее всего, здесь когда-то был забор. Домик, вросший в землю, будто жилище хоббитов. Это бывшее хранилище продуктов. И здесь же находится очень глубокий подвал. Когда-то здесь хранили продукты. Хочу показать вам еще два входа в овощехранилище. Посмотрите, все такое старенькое, доброе, советское. Здесь даже лежат старые советские ящики. Тот, кто жил в СССР, помнит. Здесь тоже вход вниз. Рядом с овощи хранилищем я вижу открытые двери. Думаю, в жилой корпус. Куда мы сейчас заглянем. Комната и все. Сейчас мы обойдем этот корпус. А с этой стороны он представляет собой очень жалкое зрелище. Его стены обрушились. Трудно сказать, может быть, в результате пожара. А может быть, от времени. Здесь когда-то были комнаты, где жили ребятишки. Шкафы до сих пор видны, да? Вот они остались, старые шкафы. И остатки старой мебели. Дорогие зрители, я хочу показать вам два плаката. Где они раньше висели, не знаю. Но это точно плакаты из нашего доброго советского детства. Стрельба, фехтование. За этими плакатами притаился деревянный дом. Очередное строение лагеря. С такими колоннами, можно сказать. Мне интересно зайти внутрь, поскольку дверь открыта. Сейчас заглянем. Ну что у нас здесь? У нас здесь склад старых шкафов. Очень много старых шкафов. Какие-то стоят, какие-то лежат. Сюда их принесли со всего лагеря. Когда лагерь закрывался. Самых разных помещений пионерского лагеря. Здесь я вижу довольно-таки большое деревянное здание. Внешне оно не похоже на жилой корпус, а больше напоминает столовую. Сейчас мы поищем в него вход. Какой маленький грибочек я здесь увидел. Добрый старый грибок. Он весь порос мхом. И мы идем вдоль этого здания. Я думаю, вход его находится где-то поблизости. Мы подошли к главному входу. Думаю, что это точно была когда-то столовая. Здесь было крылечко. Ступени давным-давно сгнили. Но, тем не менее, сейчас я попытаюсь подняться наверх и зайти внутрь. Я вошел на эту веранду. Когда-то она была полна детей. И вот он этот плакат. От подъема до отбоя. Как много добрых, замечательных воспоминаний навевает нам этот плакат. Он напоминает нам о нашем прекрасном детстве. Здесь рядом находится дверь, через которую, я думаю, сейчас мы войдем. Кто-то когда-то ее заколачивал. Но это было давно. И мы находимся в одном из обеденных залов. Как я понимаю, здесь их было два или три. Большой, светлый обеденный зал. Вот еще один главный. Такие здесь рисунки. Скромные, но добрые. Окно раздачи пищи. Там далее находится кухонное помещение. Ну, а если идти прямо, там будет однозначно находиться. Третий обеденный зал. Ну, у которого, к сожалению, уже нет пола. Такой тоже был. Немаленький обеденный зал. Я уже бывал в аналогичных столовых в пионерских лагерях. В частности, в нашей области есть старый пионерский лагерь «Колосок». И в нем в точности такая же столовая была. В точности. Заглянем на минутку кухонное помещение. Перевернутый шкаф. Ничто не напоминает о кухонном оборудовании. Но надпись для рук напоминает нам о том, что здесь когда-то висел умывальник. Здесь, скорее всего, был мясной цех. Поскольку вот она надпись «Ножи». Половники здесь висели когда-то. Здесь пустая комната. Здесь находился горячий цех. Это помещение, в котором мы были только что. А здесь был холодный цех. Это все, что осталось от кухонного оборудования. Теперь, я думаю, мы выходим из здания столовой и пойдем прогуляемся далее по территории этого пионерского лагеря. В этом маленьком деревянном строении когда-то была баня. Крылечки уже развалились. Сиротливо висят две двери. Вот они, банные помещения, где когда-то мылись ребятишки. Когда-то очень давно. Довольно-таки большой корпус по левой руке. Это был явно жилой корпус. Не знаю, сможем ли мы к нему подойти, поскольку подходы к нему совершенно заросли. Смотрите, какая красивая бабочка полетела. Но сейчас, я думаю, мы к нему подойдем. Я вижу, на этом корпусе написано отряд номер один. Да, очень сильно все заросло. Возможно, даже не удастся мне подойти сюда. Может быть, дверь не откроется. Да, скорее всего, так оно и будет. Она вросла точно. Она вросла уже в землю. И бетонная плита не дает. Смотрите как. То есть, разве что подойти к окошку. Я вижу, окошко открыто. Сейчас. По крайней мере, мы его аккуратненько... Да, оно тоже не открывается, представляете? Время, время. Все отсырело. Заглянем через окошко. Здесь мы видим большую веранду. Смотрите. И из нее входы комнаты. В принципе, такие корпуса. Это совершенно стандартные корпуса тех лет. В подобных лагерях мы уже бывали. Я показывал такие лагеря. Ладно, пойдемте дальше. Может быть, нам повезет больше в другом месте, в другом корпусе. По тропиночке мы идем дальше, вглубь лагеря. Смотрите, что я хочу вам показать. Я вижу вдалеке два или три совершенно, можно сказать, новых, недостроенных корпуса. Видимо, их строили для детей в конце 80-х. Может быть, даже в начале 90-х годов. Но потом, к сожалению, пришла беда. Умер Советский Союз. И на этом строительство было сначала заморожено, а потом закончено навсегда. Я подошел ближе к этому недострою. Издалека мне казалось, что это три разных корпуса. Но я ошибся. Это один очень большой корпус, который, к сожалению, не работал никогда. А представляете, сколько детей он мог разместить? Вот такой корпус. Здесь я вижу кирпичное здание. Его предназначение мне неизвестно. Дверь открыта настиж. Ну и пользуюсь случаем, я загляну внутрь. Возможно, здесь когда-то жил створож. Сломанная печь. Календарь. Ну что ж, если верить к календарю, то в 2013 году этот лагерь еще охранялся. Здесь еще были люди. Иконка висит. Заглянем в другие помещения. Здесь я вижу полочку. Стол со стулом. Интересно, эта дверь. Сможем ее открыть? Да, конечно. Конечно, сможем. Да, довольно-таки большой был домик. Полурхлама. Быстро заглянем в комнаты. Такой шкаф здесь был. Старый ботинок. Ну да ладно. Теперь можно покидать это здание через крылья. Здесь когда-то и был главный в него вход. Вдоль дорожки редком стоят деревянные детские дачки. Это совершенно однотипные корпуса. Заходить в каждый из них нет никакого смысла. Но сейчас мы поищем один из них, наиболее интересный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас я подойду. Смотрите, какой гигантский, не побоюсь этого слова, гигантский муравейник здесь. Подходим. Что нужно знать о гражданской обороне? Веселая девочка. Дверь закрытая навсегда. Сейчас посмотрим через окно. Протяну туда камеру. Что у нас здесь? Октября-то. В дорогу, плавание, в полет. Узнаем, как страна живет по стране октября. Да, друзья мои. Это уже, к сожалению, не страна октября. Совсем другая страна. Заглянем еще в одно помещение. Крыша его обвалилась и скоро совсем провалится. И здесь я тоже вижу остатки старого плаката. Дорогами Ленина движется время. Ленин всего человечества сила. И далее октябрьская революция, провозглашенная Лениным. Далее же непонятно. Такой вот плакат. Это без комментариев. Давайте обойдем сейчас здание клуба. Вот, кстати, сгнившие сидения из клуба, на которых сидели дети. Сейчас мы обойдем это здание, посмотрим. Может, что-то еще сохранилось. А вот здесь сколько этих сидений. Они все из зрительного зала. Сколько сидений наваленных друг на друга, никому не нужных. Как когда-то свалили их, когда лагерь умер, когда лагерь закрылся. Так с тех пор они здесь и лежат. Посмотрите, сколько их. Посмотрите. Значит, я думаю, здесь должен быть довольно-таки большой зрительный зал. И сейчас я его поищу, если он еще сохранился. Здесь же я вижу большой плакат. Это, скорее всего, было расписание. Футбол, настольный теннис, волейбол, туристические маршруты. Расписание дня. Обошел здание. Не могу не показать вам плакаты, что нужно знать о гражданской обороне. Переноска пораженных на руках. Погрузка на транспортные средства. Переноска пораженных на носилочных лямках. Табельные санитарные носилки. И еще один, опять аналогичный плакат, что нужно знать о гражданской обороне. Видишь, какая-то дверь. Довольно-таки темновато внутри. Ленин. И кто-то написал от руки. Написал уже в наше время. Смотрите. Послание Ленину. Спаси наш мир. Здесь же находится стенд с детскими поделками. Очень красивые аппликации. Голицына Даша. 12 лет. Здесь неразборчиво какая фамилия. Лена. Тоже ей 12 лет была. Боева Таня. 12 лет. Тормышева Ира. 12 лет. Талдыжкина Ира. 12 лет. Эх, девчонки, где вы сейчас? Посмотрите. Ваши поделки до сих пор здесь. Они ждут вас. Приезжайте в этот лагерь. Вспомните свои детские годы. Здесь еще две двери. Я думаю, одна из них ведет в клуб. Наверху большой пионерский значок Владимир Ильич и надпись пионеры к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза. Будьте готовы. Всегда готовы. Думаю, что здесь тоже были разные плакаты. Но сейчас от них осталось только два. На одном из них изображены три ребенка, мальчик и две девочки. И написано «Желаем хорошего отдыха». Ну, а здесь когда-то находилась рубка киномеханика. И добрый дядя каждый вечер крутил для детишек кино. Если это видео посмотрят пионеры из этого лагеря, бывшие пионеры, то они наверняка вспомнят и смогут написать мне в комментариях, что они думают по поводу этой моей прогулки во времена их детства. Ну, а это еще один из корпусов. К сожалению, он полностью рухнул. И эта судьба ждет все корпуса и все строения этого лагеря. До свидания, друзья мои. До новых встреч в других заброшенных пионерских лагерях. Субтитры создавал DimaTorzok